Два самолета, 1230 оккупантов и 61 дрон. Генштаб обновил потери РФ за сутки. Потери России в войне в Украине на утро вторника, 20 февраля, составили 1230 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 404 950 военных. Кроме того, в СУ сбили два самолета, об этом пишет РБК Украина со ссылкой на Facebook Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 20 февраля 2024 года ориентировочно составили, личного состава, около 404 950, плюс 1230 человек ликвидировано, танков 6 503, плюс 5, яд, боевых бронированных машин 12 268, плюс 36, яд, артиллерийских систем 9773, плюс 40, яд, РСЗО 988, плюс 2, яд, средства ПВО 675, плюс 1, яд, самолетов 338, плюс 2, яд, вертолетов 325, яд, БПЛА оперативно-тактического уровня 7521, плюс 61, яд, крылатые ракеты 1902, плюс 3, яд, корабли, катера 25, яд, подводные лодки 1, яд, автомобильные техники и автоцистерн 12 805, плюс 38, яд, специальная техника 1551, плюс 6, яд, сбитие самолетов РФ. За последние дни в СУ уничтожили 6 самолетов россиян. Так, 19 февраля в Мариуполе прогремели взрывы. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о падении самолета. Позже командующий воздушных сил Николай Алищук подтвердил инцидент, рассказав, что в СУ сбили еще два российских самолета на востоке. По словам главнокомандующего в СУ Александра Сырского, эти самолеты осуществляли удары кабами по позициях украинских сил, 18 февраля в СУ, приземлили, российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на востоке, а 17 февраля стало известно, что воздушные силы в СУ уничтожили три российских самолета, два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35. Они тоже были сбиты на Восточном фронте. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.